Всем привет! И сегодня мы разберем разницу между плаванием в бассейне и на открытой воде. С тобой школа плавания Баланса Айсберг, и сегодня у нас вот такие вот интересные видеосъемки на красивом пирсе, где есть 4 открытых бассейна рядом с рестораном Маяк на пляже в Строгино. А также тут есть крутая серф-станция, где ты можешь здорово провести время и попробовать новые виды спорта, такие как видсерфинг, сноукайтинг, сапсерфинг и многое другое. Ниже под этим видео будут прикреплены ссылки на их профиль. Ну а мы с тобой начинаем разбирать плюсы и минусы плавания в бассейне и плавания на открытой воде. Погнали! Для начального уровня и для обучения техники плавания лучше всего подойдет бассейн, а вот для улучшения своего навыка плавания на длинных дистанциях лучше всего подойдет открытая вода. Сейчас расскажу почему. Первый фактор – волны. В бассейне есть волногасители, это наши любимые дорожки, которые помогают пловцу плавать комфортнее и эффективно улучшать технику плавания. А вот на открытой воде от сильного порыва ветра образуются волны, которые мешают плыть. Они делают сильное сопротивление и также пловец очень часто может нахлебаться в воде. Второй фактор – это ориентир. В бассейне для пловцов придумали флажки, лестницы и также есть на дне черная разделительная полоса в форме буквы Т. Благодаря им пловец спокойно высчитывает расстояние до бортика бассейна и выполняет поворот. А вот на открытой воде ориентир часто теряется из виду, так как тебя уносит течением или волнами в сторону. И приходится очень часто поднимать голову вверх над водой, чтобы увидеть буйки, либо флаг на берегу. Третий – это конденсат. Из-за разной температуры тела и воды плавательные очки начинают внутри запотевать и в бассейне, и на открытой воде. Для того, чтобы очки не потели, у меня на канале можете посмотреть эксперимент. Четвертое – это солнце. Из-за солнечных бликов тяжело плавать и ориентироваться на открытой воде, поэтому лучше плавать в затемненных очках, а вот в бассейне могут подойти и очки со светлыми линзами. Пятое – это вода. В бассейне она очень чистая и прозрачная, а вот в водоеме она всегда мутная. Также из-за этого теряется ориентир в воде. Шестое – гидрокостюм. У него очень много плюсов, о которых мы поговорим с вами позже в другом видео. А сейчас мы разберем его минус. Бассейны – гидрокостюмы в основном на лямках, а вот для водоема гидрокостюмы сделаны из плотного материала с рукавами. Иногда тяжело выполнять полноценный грибок под водой и пронос руки над водой. Как ты уже понял, плюсов больше всего получилось в бассейне, поэтому многие выбирают такие условия для комфортного плавания, обучения и для поддержания здорового образа жизни. А вот минусов больше всего получилось в плавании на открытой воде. Но я могу сказать, что эти минусы переходят в большие плюсы, ведь каждый человек может легко адаптироваться к любым условиям. Поэтому плавание на открытой воде – это большой плюс для спортсменов, которые хотят закаливать свой организм, узнать о своих возможностях и получить море адреналина после преодолевания всех перечисленных факторов, которые мешают комфортному плаванию на воде. Спасибо, что смотрите мой канал и не забывайте ставить лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!